Библейский портал экзегет.ру представляет У меня нет такого четкого деления. Первая часть только об этом, вторая только о чем-то другом. Нет, все переплетено, но при этом своя логика есть. И вот здесь у нас снова псалом Давида, вновь появляется его имя ближе к концу книги. Но если вначале эти псалмы Давида, вне зависимости от того, как они связаны с личностью царя Давида, скорее такие, ну вот, псалмы энергичного человека, вот Давида, который добивается своего места в жизни, то здесь это скорее молитвы человека, который ищет свое место в жизни как-то по-другому, который размышляет о своих отношениях с Богом. Хорошо сказать молодого и старого, да, но это не связано с возрастом так напрямую. Ну, прежде чем комментировать, давайте прочитаем. Псалом Давида. «Услышь, Господи, молитву мою, ты верен, выслушай прощения мои, ты праведен, ответь мне. Не судись со мной и твоим рабом, ведь пред тобой никому не оправдаться. Враг настиг меня и в землю втоптал, низринул во тьму, словно мертвеца в могилу. Изнемог мой дух, замерло сердце. Вспоминаю я древние времена, думаю о твоих деяниях, размышляю о том, что ты сотворил. Руки мои пристираю к тебе, душа моя жаждет тебя, словно высохшая земля. Отзовись скорее, Господь изнемогает мой дух, не скрывая от меня свой лик, чтобы не стал я, как мертвец в могиле. Каждое утро дай мне чувствовать милость твою, на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому идти. К тебе возношу мое сердце. Господи, спаси меня от врагов, у тебя я защиты ищу. Научи исполнять волю твою, ведь ты Бог мой. Дух твой благой пусть ведет меня по прямому пути. Даруй мне жизнь ради имени твоего, Господи. Ты праведен, вызвали меня из беды. Ты верен моих врагов сокруши. Тех, кто душит меня, уничтожь, ибо я раб твой. Вроде все похоже на то, что мы видели в начале псалтирия. Помоги мне справиться с врагами, они на меня нападают. Спаси меня, да, но интонация же совершенно другая. Ты верен, выслушай прошения мои, ты праведен, ответь мне. В начале книги псалмопевец очень переживал, что он праведен, а его враги нет. Здесь ему уже даже не очень интересно, праведен ли он. Он говорит вновь, как и в предыдущих псалмах встречалась, эта фраза «укажи путь, по которому мне идти». Ничего себе, он не знает, по какому пути идти. Да, не знает, потому что Бог – это не алгоритм, это не какой-то такой распорядок действий, который раз и навсегда задан, или просто повторяющие эти действия бесконечно. Это поиск, это встреча, это опыт, который часто оканчивается неудачей. Чем хорошо верующему человеку? Он совершенно спокойно относится к тому, что он не все достигает с первого раза, а он очень многое вообще не достигает. У него впереди вечность, вечность с Богом верит он. Поэтому, как вот в компьютерной игре, там успеть, успеть на скорость, нажать все кнопки правильным образом, чтобы там твой герой собрал все артефакты, получил как можно больше очков. Да не нужно это все. Но что действительно нужно? Нужны эти отношения. Не судись со мной, твоим рабом, ведь перед тобой никому не оправдаться. В начале псалтирия псалмопевец требует судись, я праведен, я докажу это тебе сейчас, поступи со мной по правоте моей здесь. Да никому перед тобой не оправдаться, праведен ли я, неправеден, это не очень важно. Я неправеден, как ты, но ты праведен, поэтому я прошу тебя наделить меня этой своей любовью, этой своей милостью, ведь это твое, ведь это твои свойства. Потом апостол Павел будет подробно расписывать, как это и что, но уже в псалтирии это есть. Да, враги есть, враг настиг меня и в землю втоптал, не зринул во тьму, изнемог мой дух. И что утешает? Вспоминаю я древние времена, думаю о твоих деяниях, размышляю о том, что ты сотворил. Не времена своего величия, не своей победы, достижения. Человеку свойственно это вспоминать, этому радоваться или хвастаться даже этим. Но только то, что ты, Господи, сотворил, только это важно. Руки мои пристираю к тебе, жаждет моя душа тебя, словно высохшая земля. А то, что меня враги растоптали, ну, это подробности, это детали, это внешние обстоятельства. Вот что сейчас на улице, когда вы смотрите, солнышко пригревает, хороший весенний день, или наоборот, такой слякотный, осенний, и все залито водой. Ну да, хорошо, когда первое, плохо, когда второе, правда? Но не это же главное в жизни. Мы по этому поводу так не переживаем сильно. А вот как относятся ко мне те, кого я люблю и кто меня любит? Не поссорился ли я с ними? Вот для него это прежде всего Бог. Отзовись, скорее, Господь изнемогает мой дух, не скрывая от меня свой лик, чтобы я не стал как мертвец в могиле. То есть человек без Бога – это мертвец в могиле, хотя у него, может быть, все очень даже неплохо с точки зрения его внешних обстоятельств жизни. И вот здесь укажи мне путь, по которому идти. У тебя я защиты ищу, научи исполнять волю твою, ведь ты Бог мой. Быть с Богом – это постоянно быть в поиске. Для псалмопевца к концу псалтирия – это так. Он это понимает, чем дальше, тем больше. Дух твой благой пусть ведет меня по прямому пути, даруй мне жизнь. Ты праведен, вызвали меня из беды, ты верен врагов моих сокрушить, те, кто душит меня, уничтожь. Но это уже как вывод, как следствие. То есть я плохо понимаю, как я живу, Господи, направь меня ты. Я не имею чем перед тобой похвалиться, Господи, я хвалюсь твоей праведности, твоей справедливости. Я мертвый, но ты живой, поэтому я хочу быть с тобой. А то, что враги при этом меня в данный момент растоптали, сокрушили, ввергли в эту самую могилу, ну и это как-нибудь устроится, ибо я раб твой. Больше, собственно, добавить нечего. Ну, следующий, 143-й, тоже будет говорить об этом, но немножко более торжественно. А 142-й такой очень лиричный.